миша всем привет новости приюта первая новость я думаю это очень большая новость для второй новости вы видите цветет черемуха вообще еще все цветет час весна но на черемухе пока не видать ни одной пчелы почему потому что видимо она им не нравится сегодня мы приобрели три домика я вам покажу сейчас каких и сейчас мы освоим пасеку пчеловодство скажем так и очень надеемся что потом с помощью интернета мы сможем реализовать свой собранный мед это будет поддержание для приюта хоро хорошее подспорье такое если конечно кто-то брать будет но мы особо не надеемся но попробовать стоит вот вот в этих вот трех домиках сейчас летают пчелы я не знаю макс видно тебе как они летают ты вот с этой стороны зайди и ты увидишь он видишь сколько их лежит там их целая куча если сейчас крышку снять и пошуршать они только сегодня переехали у настроение у них сто процентов еще нету вот короче говоря мне мне кажется можно здорово пострадать от них ну в общем пчелы мид миролюбивые породы бакфаст это пчелы которые не кусаются ну то есть меня сегодня одна тяпнула каким-то чудом но это чисто случайно вот я ее прижал в мешке не увидел не почувствовал на меня тяпнула вот ну пока вижу что все нормально все отлично и сегодня я наблюдал бой я видел как прилетела оса и пчелка короче говоря напала на нее и просто эту осу перегрызла ей горло кирды косе домик номер один фас постучать они дрессированные я дурак что ли на у нас же нету этого дымаря о не 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 это не мало ли кто пчелами передумал заниматься может топ подкинет дымарь оборудование какое для пчеловодства надо рамки нужны и раз расширяться будем сейчас вот первые первые три домика взяли посмотрим как они плодиться развиваться будет ну и будем расширять пасеку потихоньку до сих пор нравится ли пчелам вот такая черемуха сейчас проверим но лучше это проверить быстро едят ли они черемуху не не садятся на нее не надо убрать да не хотят так сейчас коня приведут пойдем коня встречать у Купили мы ее у охотника, это уже мы три года вместе будем. Купили у охотника, он на ней на охоту ездил, ну по всяким делам, ездил на ферму за молоком. Кобыле 8 лет сейчас, сейчас она ездит, бегает просто под верхом, конкуром занимаемся, когда просто в поля выезжаем в леса. Так, кобыла спокойная, хорошая девочка. А маленькая лошадка это американская поня с шетлэндским понем, помесь. Тоже, вот забрали мы ее недавно, это ей всего лишь годик будет, больше она не вырастет. Это 90 сантиметров, где-то 80 будет. Таких поней в Америке вот разводят. Поней? Да, поней из Голландии привозят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще одна из новостей приюта. Сегодня к нам попали в гости две лошадки. Одна из них Книжна, а вторая Грей или Грейс, я не запомнил. Мы ее зовем Лялька пока. Это Судьба, это Наташка, это Книжна, очень воспитанная лошадь. И вон там вот под Книжной маленькая девочка, вот она стоит. Ее зовут Грейс, по-моему. Вот, видно ее, нет? Вон она. И настолько удивительно она стоит с огромной лошадью. Огромная лошадь просто так вот, ну, сравнить, да, неаккуратное движение и растопчить просто на все. Очень бережно к этой маленькой лошадке относятся, и они вот так вот очень сильно дружат друг с другом. Без маленькой лошади, большая, никуда не ходит. Пашка, ты ж весь зеленый будешь. Не будешь? Не прибежать. А у тебя перчатки есть, тоже зеленые. Таким вот образом у нас сейчас идет строительство очередного вольера. Паша, можешь ты за веревочку дернуть? Вон веревочка, видишь? Положи пока кисточку, потяни за веревочку. Не, выше, выше. Не, выше. Оп, тяни. Тяни. О, еще тяни. О, еще, 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 тяни, тяни. О, волк зашел, теперь опускай. Все. Это вот этот вот вольер для очень агрессивных животных будет. То есть это попадают, то есть разные, как бы собачки такие интересные, которые могут оттяпать не хуже волка, скажем. Я их так вот приблизительно и расцениваю, как волков. Потому что есть такие собаки очень достаточно опасные. Ну вот чтобы здесь перегон, чтобы можно было зайти, убрать. Все, короче говоря, как надо. Вот такие вот вольеры делаются. Пойдемте посмотрим, что у нас творится на озере. На данный момент у нас есть одна нехорошая новость. То есть вот эта дикая утка, которая к нам поступила, уже третий день ее здесь не вижу. Прилетал селезень, но уточка не летала, она только плавала. То есть уже она тут на берегу садилась, нас не боялась. Ее утя, утя, позовешь, она сама к тебе идет, корм брала. Вот я не знаю, либо собаки, либо, может, лиса сняла ее. Вот уже третий день ее здесь нет. Вот миска пустая осталась. Утя, 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 утя. Вот, а уже ничего не видно. А что было? Вот, нога была сломана. Задняя, левая. Спицы стояли. Вот, представьте, нормально у нас. Да. Как вы можете сейчас наблюдать, строительство домика подходит к концу. Осталась внутренняя и наружная отделка. Ну, в принципе, крыша уже стоит, все функционирует как надо. То есть там и труба у него будет, как положено, дымовая, вообще все вопросы. Но сейчас внутрянка пойдет, отделка полов плитки, теплые полы будут заложены, освещение проведено, окна, двери вставлены. Вот здесь такая, типа, маленькая верандочка. С той стороны лестница на второй этаж будет, как в каждом домике. Ну, вот с этой стороны вот такие вот окна. То есть можно посмотреть, как там будет наверху, внутри, пока ведутся еще работы. И с этой стороны два окна. То есть вот такой вот домино. Скажем так. Ну, и честно разобраться, да, у людей дачи такие бывают. Может, и поменьше даже. Ну, тут вот реально две кровати спокойно поместятся. То есть такой себе домик такой, домик. Так что, вполне себе, мне бы такой бы домик в лесу, было бы неплохо, конечно. Мне бы вот так бы хватило. В прошлых наших роликах мы говорили, что мы строим отдельное ограждение на территории приюта. Это для Мишиного ОПГ. И сейчас постепенно банда разбойников будет подселена к атаману. То есть Миша стал себя плохо вести. И кусать остальных жителей, мирных жителей приюта, хочу заметить, обратить внимание. За что был выселен. Музыка Миша. Миша, видишь, он рвется к дверям сразу. Ай, Миша, молодец. Иди сюда, Миша. Миша, молодец. Миша хороший. Не бойся, не бойся, не бойся. Миша. Миша бегает. Ага. ОПГ в действии. Да, Миша молодец. Да, хорошо, Миша. Вот, 4 года Михаил живет на территории приюта. И за 4 года он ручным не попытался стать. То есть, вот эта дикость на генетическом уровне в нем засела плотно и надежно. Вот девочка тоже диковата, но она более-менее адекватна. Ее, по крайней мере, это Глаша с 8 щенками, которую в предыдущих роликах могли наблюдать. В принципе, всех щенков ее раздали. Остался один щеночек, девочка очень такая адекватная. Не в маму. Порядочная с первого дня на поводке ходит, проблем нет. То есть, вот. Глаша, Глаша, иди ко мне. Глаша. Глаша. Глаша, Миша. Наша. Вот такие вот истории у нас. Вообще говоря, такая штука, с помощью которой можно включить в домике свет и выставить температуру. Температуру я сейчас поставлю на ноль, чтобы полынеть. Вот. А свет в домике сейчас должен быть. Сейчас проверим. А, там на большом рубильнике выключили. Там что-то сегодня крутили, выключили. Ну, в общем, там дверь на второй этаж. Ну, у них тут шикарно, что я могу сказать. Судя по тому, что солома на земле валяется, они туда заходят и выходят. То есть, вытащили шмат соломы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова